Продолжение следует... Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Аль Пари в городе Минске. Напомню, для всех, кто смотрит в онлайне, можете задавать ваши вопросы, пишите ваш вопрос в чате, что вас интересует. Я буду отвечать на него по ходу семинара. Если окошко чата неактивно, тогда, пожалуйста, авторизуйтесь в личном кабинете, либо же его зарегистрируйте, если до сих пор еще нет личного кабинета. Зарегистрация кабинета сейчас начисляется даже бонус, который можно подвинуть в древние средства. И тогда, в принципе, можно уже делать полноценную работу. Для тех, кто впервые смотрит, напомню, что проводим анализ, анализ, как из названия семинара, идет индикаторный анализ. Подкорректируем, надеюсь, как будет получше, без каких-либо индикаторов, помощников, советников и так далее. Смотрим просто на сцену, смотрим на график и уже делаем какие-то определенные... Стало лучше, чтобы, да, будем надеяться, что со звуком хорошо, и дальше продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Отпишитесь по звуку, если со звуком все хорошо, продолжим. Сейчас, одну минуту, буквально я попробую поменять кое-что. Так, а как сейчас со звуком? Микрофон я сейчас уже... Да, микрофон был выключен, менял я батарейку в микрофоне. Иногда бывает, что за счет батарейки... О, все отлично пошло, видите? Хотя батарейка, собственно, свежая с утра была. Отлично. Так, продолжаем, немножко времени потеряли, ничего страшного, абсолютно, да. Сразу начнем мы с календаря. Напомню, что тут, давячи 15 минут назад минимум битрейт, так и осталась ставка 0.05. В принципе, я таки планировал. Ну, точнее, были мысли такие, что ничего менять не станут, но напомню, что в 15.30 сегодня, собственно, новости, какие у нас торговый баланс по Канаде, ЕЦБ пресс-конференции. Вот это наиболее, скажем, наверное, важная новость на сегодня. И торговый баланс по США, плюс безработицы немножко. Ну, и там в 17.00 чуть добавочки по статистике по США, скажем, да. Соответственно, надо быть аккуратными в данный промежуток времени на ЕЦБ тоже, на пресс-конференции могут что-нибудь и сказать. Переключаемся на график, смотрим, собственно, что у нас тут по ситуации. По сделкам я по утренним сделкам, в принципе, прикрыл австралийца, как только началось все дело это откатывать. Думаю, что пока подержать сделки и думаю, что высидим цели, да, не стоит, в принципе, сейчас пока по ним выпрыгивать. Еврофунт, конечно, там вход был далек от книжного, от идеального, по фунт новозеландец мы еще со вчерашнего дня стоим. Выпрыгивать, конечно, будет жалко. Так, евро-доллар у нас первый, собственно, график, первый притенец. Что можно предположить вообще по евро-доллару, какие идеи, да. Но вообще, как бы, у меня больше идей напрашивается именно на рост. То, что попробует возобновить восходящее движение, но пока торопиться, я напомню, не стоит. Почему? Во-первых, сейчас будет много статистики и достаточно сильно по США, плюс пресс-конференция по ЕЦБ. Может быть, конечно, волатильность на рынке достаточно высокая. Плюс также отложку я бросил по швейцарству, я сейчас расскажу, да, то есть какая там, собственно, мысля. Вот, поэтому, собственно, идея по евро пока в рост. То, что с утра там советовал делать коротенькие продажи, я так понимаю, что там можно было, по-моему, пунктов 15 что-то там заработать. Где-то здесь, не помню, тут, ну, вот 11-15 примерно здесь где-то я советовал пробовать продавать, да, соответственно, что-то было, да, что-то получилось. Вот, сейчас пока, пока, пока вроде как планируется у нас движение наверх, но торопиться, напомню, не стоит. Точки опоры пока нету, какой-то интересный, поэтому, собственно, я и на швейцарца это отложку и бросил, да, по евро-доллару пока зацепиться неоткуда. Есть здесь у нас впереди, скажем, уровень такой, да, его пробовали пробить, но не получилось, в принципе, от него сейчас и идет, что называется, вся пляска, да, то есть все движения, в принципе, от этого уровня определяется. Пробовали его здесь преодолеть, никак не получилось, видите, то есть какие-то были большие тени на свечах, да, как тут старались, пытались, но по сути не получилось, пробуют еще раз, я думаю, что на этот раз, возможно, его одолеют, да, то есть только после того, как цена выше него закрепится, тогда можно говорить о покупках, да, но продавать пока, ежели опять только какие-то коротенькие продажи, то есть поэтому, поэтому пока, пока быть осторожным. Да, да, то есть сделки, ну, открывать не советую пока. Вот, ну, надо хотя бы по часу судить, то есть там, если там за пять минут цена, ну, перешла немного за уровень, это еще не показать, то есть, видим, была она и дальше выше раньше, да, то есть такое вот, собственно, суждение, такое мнение пока по швейцарцу. Но напомню, что если в таком среднем сроке покрупнее брать таймфрейм, и я все-таки планирую, что будет движение именно наверх. Дальше, доллар швейцарский франк, по швейцарцу я бросил здесь отложку на уровне, да, то есть можете глянуть, какая тут цена у нас, 96.80. Вот, объясняю идею, да, то есть, в принципе, под уровнем здесь достаточно сильный уровень был, тестировали его, но цена от него, по сути, никуда не ушла, и возможно, что на этом уровне будет разворот. Да, ну, если его не будет, то, в принципе, стоп здесь, 31 пункт получится стоп, не так, конечно, уж и много, но в целом тоже немало, да. В общем, идея такова, попробовать продать именно из-под этого уровня, снизу данного уровня. Бросил я отложку на случай, если вдруг будет резкое движение цены, да, то есть, знаем, что сейчас у нас новости будут, возможно, что, может, на этой новости даже зайдем. Просто такое вот накопление, цена вроде бы поднялась немножко выше, но дальше идти не собирается. То есть, вполне возможно, что здесь скапливаются какие-то силы, да, чтобы дальше можно было двинуть пару, пойти, собственно, в каком-нибудь его направлении. Ну, напомню, что с большей вероятностью, конечно, я ожидаю движения вниз. Может быть, также и движение вверх, собственно, поэтому мы ставим стоп-лоссы, да, ограничители наших убытков возможных, если вдруг что-то не заладится, если вдруг мы ошиблись, да, поэтому, собственно, бывают и такие ситуации. Не стоит заходить там на весь депозит, либо там еще что-то. Арсений, затишье перед завтрашней бурей, да, то есть, вполне возможно, такое затишье же и на нефти, можно глянуть будет, ну, дойдем мы до нефти, интересно. Возможно, сегодня какие-то и будут движения, но, знаете, типа как репетиция, да, ну, можно так сказать. Дальше идем по фунту, чтобы по фунту, в принципе, попробуем что-то разворачиваться, но это еще не разворот на самом деле. И торопиться я не буду, все ждут разворота, да, но не все его дождутся, кто-то поспешит, кто-то поторопится, кого-то еще попробует и отстопить. Подневки посмотреть, так, в принципе, ну, там, раз, тень была, два, то есть, в принципе, только с сегодняшнего дня начинается что-то замедляться и, возможно, завтра как раз-таки на нонфармах и получится здесь что-то типа разворота, да, но сегодня я не думаю, что будет какая-то глобальное движение. Возможно, цена просто ляжет здесь на боковик и будет, собственно, боковое движение, вот что-то типа такого, начнет торговаться вот такими вот движениями, да, поэтому пока не торопитесь, ну, насчет буря и драги, конечно, тут вещи такие несовместимые. Может, устроить, может, не отставку, не меняли, скажут типа, что и так все устраивает, все нормально, все хорошо и я не думаю, может, какие-то движения будут, я не думаю, что будет что-то такое целенаправленное. Конечно, скажем, сценарий, например, сегодня по евро устроить движение завтра в обратную сторону по нонфармам, конечно, это слишком жестоко для трейдеров. Так, Алексей предлагает по фонту ставить селлимит по 52.95 с коротким тейком. Селлимит по 52.95 не советую, пока не советую. На самом деле, если бы тут какие-то сделки, в принципе, и были, я бы, наверное, уже тут сидел в этой сделке и показывал вам и доказывал, как это все круто там и так далее. Сейчас же пока 52.95 я пока не вижу. То есть тут надо больше опираться на эти расторговки, куда, собственно, с этой расторговки пойдет. Поэтому, Алексей, мой совет пока не трогайте вы этого фунта, поверьте, он еще даст возможность заработать. Заработаем мы на нем еще неплохо. Бывают такие моменты, когда пару надо ставить в сторонке, не надо ее любой ценой заходить в сделки. Если мы не видим сделки, то, скорее всего, ее просто нет. А если мы начинаем увеличивать график, менять масштаб, смотреть с одного бока, со второго, то, скорее всего, мы просто сами себе придумываем вход. Просто если вход есть, он сразу виден. Если его нет, то, скорее всего, его просто-напросто нет. Дальше, доллар-иена. По доллар-иена, в принципе, построил я уровень, начинается от него движение вниз. Хотел сказать, что, скорее всего, и поедет, собственно, цена пониже по бакса-иене. Где-то, ну, больших, скажем, здесь каких-то движений пока ожидать тоже не стоит. Ближайшее, что здесь стоит, текущий уровень, тут 120, наверное, уровень. То есть, то иене-то, то и 20 пунктов снижаться. Дальше уже надо смотреть, как она будет реагировать на этот уровень. То есть, если и этот уровень примерно так же пройдут, то, соответственно, и попробовать дальше. Но в средние сроки, я думаю, что пока будет как раз-таки движение вниз, то есть продолжится снижение. Здесь что-то поднялись, отторговались, и возможно, что даже подневки, да, я так понимаю, что продолжат иены снижаться. Поэтому по иене можно попробовать зайти. Но сейчас тоже не советую и тоже не буду, наверное, вас подбивать к этому, потому что тут торговый баланс по США, в принципе, да. Так, еврофонд пока на месте. И еще тут по, собственно, новости. И поэтому, ну, достаточно непредсказуемо, может быть, может просто вынести наши стопы. А большие слишком стопы ставить, конечно, не хотелось бы, да, то есть, ну, не стоит это того. Вот, лучше будет зайти, я думаю, еще будет момент зайти попозже, когда, собственно, все эти новости улягутся, пройдет волна. И тогда можно будет уже спокойно зайти технически и, в принципе, взять там свою прибыль, которая будет. По австралийцу, что по австралийцу, да, по австралийцу, в принципе, пока идея как бы на разворот. Я думаю, что ниже, цена пока ниже 0,7 не двинется, да, ну, где-то так на уровне там и будет, там, плюс-минус, там, 15 пунктов каких-нибудь торговаться. Но ниже, я думаю, пока цена не пойдет 0,7. Стала она на этот уровень, в принципе, видите, да, ну, кому не видно, наверное, выделю. Вот эта зона, достаточно активная зона и не пускает ниже цену, подбрасывает ее, сколько раз уже тут стукались, да, то есть пока никак. То есть есть смысл попробовать прикупиться с этого уровня. Почему? Потому что стоп небольшой будет, да, можно, в принципе, наверное, даже за этот, можно даже за этот минимум поставить и бросить отложку где-нибудь по 0,70. Ну, 0,70, там, 0,7 где-нибудь здесь попробовать зайти, вполне возможно, что что-то на этом и получится, да. Но я напоминаю, что есть у нас еще новости и до выхода этих новостей лучше так не делать. Ну, кому не терпится, можно попробовать прикупиться от этого уровня, да. Дальше, австралиец, о, австралиец, говорю, доллар-канадец с австралийцем, я думаю, понятная идея, да. Доллар-канадец, ну, по канадцу, естественно, настрой пока на движение вниз. Встретили достаточно крепкий уровень, от которого тут шли раньше хорошие распродажи. Вот обратите на вот эти свечи четырехчасовые, там, раз, два, три, четыре, пять. И, собственно, никак, да, то есть поддерживает цену, так, что тут такое? Фунт, похоже, шалит. Поддерживает цену, пока не дают ей уйти, но сейчас цена достаточно далековато отошла от уровня. По-моему, да, порядка 20 пунктов, поэтому, конечно, позиция достаточно рискованно заходить. Возможно, что завтра и наверх вонет. Посмотрим, какой баланс будет завтра на рынке. То есть тут каждый день ситуация меняется на рынке, да. Может, могут, особенно как канадец, он может двигаться, в принципе, по одну сторону, через два часа уже будет в другую перед сторону. Вот, можно попробовать еще подождать, попробовать взять цену сверху от уровня в продаже, да, то есть по канадцу, по крайней мере, идея пока на сегодня. Возможно, что движения не будет, то есть нарисуется еще парочку таких вот свечек, да, которые стоят и, собственно, завтра уже там начнут какое-то движение обозначать. Но я думаю, что все-таки сегодня что-то должно дернуться на торговом балансе. Не знаю, по франку я-то поставил, сел стоп, по канадцу можно тоже, но это слишком далеко получится. 32.50, можно попробовать сел стоп, конечно, кинуть. Ну, давайте 0.1-ку бросим. А, ну, даже 0.05 пусть будет. Стоп, собственно, как раз работает, стоп за уровень, я думаю, где-то 32.83. То есть там уже ниже нет смысла. Владимир, по австралийцу идея на рост. То есть по австралийцу, я думаю, будем двигаться вверх, пока продажами стоит завязать и уже искать покупки. Ну, покупки, конечно, прямо сейчас не надо запрыгивать. Ждем, собственно, сигнала, когда начнется движение. Но, судя по всему, что движение будет именно повыше. По канадцу бросили отложку. Так, итого у нас отложек 2. По франку и по канадцу. Да, посмотрим, как все это дело отработает сейчас. Ну, на новостях, конечно, нежелательно торговать. Но если уже идет торговля, то с таким лотом, чтобы как-то особо это на вас не сказалось. По новозеландцу, по сути, идет он в боковике. Идет какое-то накопление, как я понимаю. Возможно, что по новозеландцу будет, собственно, попробует отрасти. То есть то, что снижение было, пытается его развернуть. И, возможно, не сегодня, конечно же, завтра. То есть попробует двигаться. Но, конечно, надо будет смотреть по завтрашней картине. Не исключено, что сегодня ночью, когда по новозеландцу будет работать Новозеландия. То есть, возможно, какие-то у них будут свои движения, своя идея. И все это дело может, собственно, кардинальным образом измениться. Поэтому пока же, пока по новозеландцу ничего не могу сказать. Стоим, наблюдаем. Если что-то появится интересное, мы обязательно это увидим. Дальше, по золоту. Что по золоту? По золоту был хороший вход, который я не успел использовать. Сейчас же золото, я думаю, попробует откатить немного повыше. Снижение чуть приостановилось. В принципе, вполне возможно, что с текущих уровней, тут 11, 28, попробует, собственно, оно малость подрасти. Если же брать, скажем, какие-то ориентиры, ну, ориентиры как минимум до того уровня, откуда спустились. То есть, откуда пришли, туда попробуют и вернуться. А это, по крайней мере, пока. То есть, такие короткие ориентиры. Все, конечно, может измениться, но есть у нас, собственно, здесь такая зона проактивная, скажем, меньше, наверное, надо сделать, от которой цена уже парочку раз отскакивала. И вполне вероятно, что на этот раз будет тоже сценарий, та же идея. Поэтому по золоту можно попробовать, будет прикупиться, да. То есть, либо же кто уже там стоит в покупках, есть смысл держать пока свои покупки. Ну, входы какие входы? Собственно, можно где-нибудь здесь байстоп бросить, ну, и стоп-лосс будет за минимум. За минимум, потому что если уже цена и дальше пойдет, то вероятно, что она и продолжит свое снижение, продолжит свое движение вниз, да. Так, еврофунт меня немножко тревожит, потому что в 15-30 конференция там по ЕЦБ, да. Но по поводу конференции тоже, кстати, вопрос. Я не думаю, что там с первых минут начну что-то там уже говорить, там заявлять, да. То есть, смотря кто там с докладом будет выступать, по первой, и на какой, скажем, минуте, да, что-то скажут стоящее, которое может как-то действительно повлиять на рынок. Поэтому пока, ну, как бы на пресс-конференции особо такого тоже внимания огромного не стоит уделять. Дальше серебро. По серебру, что по серебру можно сказать? Серебро тоже пытается двигаться вверх, но серебро такая коварная штука, что может она двигаться как вверх, так и вниз, да. Какой-то опоры я не вижу пока. Если, ну, по серебру и торговать, то какие-то, не знаю, слишком короткие будут сделки. Явно будет достаточно сложно, там, тем более, если учесть, что высокий спред, то это еще больше усложняет задачу, да. То есть по серебру тут 69, 73, 40, 40 пунктов спред весьма, 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 скажем, высокий. Тем более, что вход был по серебру намного ниже, и поэтому так, евро, да, разгоняется. Поэтому, соответственно, сейчас уже заходить не стоит по серебру. То есть такова идея моя, таковы мои мысли, да. Вот, кстати, по нефти интересный момент. Тоже заметил сегодня с утра, наверное, показывал уже, да. Вот обратите внимание, на каком уровне, собственно, во-первых, регла нефть, во-вторых, ну, какое тут накопление, да, то есть практически правильной формы, то есть можно трактовать по-разному, да. Можно предположить, что это, собственно, здесь фиксируют позиции по нефти, да, то есть вполне себе вероятно, то есть кто на этом движении проехался, прокатился, да, здесь зафиксировали, да. Ну, либо же это новое, скажем, какое-то накопление, которое в дальнейшем попробует определять цену, да. Но то, что вчера была достаточно, скажем, сильная спекуляция, я думаю, видит, кто, собственно, был на курсах моих торговли по уровню спросу предложения, да, вернее, по поддержке сопротивления, спрос предложения практически одно и то же. Наверное, вспомнят, когда я им рассказывал, как, собственно, любят на рынке, какой ерундой заниматься крупные игроки. По сути, ну, практически классика получилась, да. Вот, что сейчас ждать по нефти, в принципе, что можно сказать? Я думаю, что попробуют, попробуют, собственно, нефть, ну, я думаю, вернее, не попробуют, скорее всего, будет движение на низ по нефти именно, хотя не факт, хотя не факт. То есть надо смотреть завтрашний день. Возможно, сегодня что-то расторгует, тем более, а, нет, это запасы по натуральному газу сегодня, вот. Поэтому, собственно, пока наблюдаем, смотрим, да, какие-то сделки открывать сейчас нет смысла по нефти. Почему? Потому что, ну, цена в боковике, и с той же вероятностью она может выйти как вверх, так и вниз. То есть что вверх пойти, что вниз, необходимо дожидаться каких-то более конкретных подтверждающих сигналов. То есть границы боковика я вам могу обозначить, да, то есть зоны, хотя вы и сами без меня видите, то есть не такой этот уже, скажем, капитан очевидность, да, что называется. Ну, в целом, можно продолжить даже, собственно, все это дело началось, да, интересно кому-то проанализировать. По сути, пока в этих границах торгуется, ну, нет смысла, либо же, как совсем уж классики теханализа, то есть от верхней границы там продаем, от нижней покупаем, да. Как вариант, иногда такое дело работает, но мы никогда не знаем, когда, в какой момент, скажем, эти границы будут нарушены, да. То есть поэтому, собственно, такое вот скопление идет, да. Ну, и фунт новозеландец, напомню, что держим мы еще сделку со вчерашнего дня. Сейчас он, собственно, двигался безобразно, да, безобразничал, но в целом пока идет в направлении нужном нам. То есть поэтому вот даже нам приносит, собственно, прибыль, да, пока убытков нам никто не генерит, и это замечательно, это прекрасно, да. Вот, остается буквально золото вниз пошло, да. Сейчас глянем, насколько оно пошло вниз. Ну, это же не совсем, как бы, движение. Я понимаю, что золото, если пошло золото вниз, то оно уже должно там переть так, что мама не горюет, да. А тут что, как бы, одна свеча прошлась, это еще ничего не значит, это не движение, и, скорее всего, на этом движении как раз-таки сейчас и вверх будет. Карен, по поводу австралийца, нет, не фундамент. Я, в принципе, по фундаменту, из того, что по фундаменту я знаю, я применяю просто исключительно, определяю моменты, когда торговать, когда не торговать. То есть, вот весь фундамент, который я учитываю, да. По технике больше, то есть, по австралийцу, в принципе, понятно, там достаточно сильный уровень цена, его не может пройти. Ну, еще несколько сторонних факторов, которые, в принципе, сейчас уже рассказывать не буду, потому что это рассказ не одной минуты, это рассказ нескольких занятий, да. Вот, поэтому, собственно, такая идея. Ну, напомню, что это просто мой взгляд, да, который от реальности может отличаться, и вполне возможно, что я тоже могу ошибаться, да. Такое вот тоже уже было, да. То есть, то, что там, ну, по поводу, вот тоже сказали, золото вниз пошло, Дмитрий, это не ход, это просто какие-то задернки еще, да, не более того. Вот, откроем мы сейчас евро-доллар график, так как это наш основной, скажем, Евгений, да, в серебро показываю, но по серебру я сказал, что пока ничего интересного нет. То есть, оно ползет кверху, да, и, ну, странно. То есть, по серебру у меня бывает, там, наверное, одна сделка в месяц, и то, как правило, меня вытрясут с этой сделки, потому что на валютах стопы немножко поменьше, чем на серебре. Я привык, как бы, к таким комфортным условиям, да. На металлах надо стопы, конечно, адские строить. Где Татьяна? Ага, пардон. Не заметил, да, действительно, косяк. Вот. Не думаю, что золото это еще будет пробой этого уровня. Хотя, хотя, посмотрим, да. Так, вот пошло, собственно, золото вниз. Ну, что ж, что ж, что ж, что ж. Пам-парам-пам-пам. Можно будет попробовать тогда взять продажу от этого уровня, когда поднимется золото немножко повыше. То есть, там, Татьяна, Евгений, спасибо, что поправили меня. То я показывал серебро, я так уверенно говорил, что аж самому, как бы, неприятно стало, да. То есть, ну, серебро осталось на месте, на уровне. А золото, да. А золото, конечно, волатильный инструмент. И двинуло вниз, собственно, тут еще тоже такой нюанс. Как бы это не был ложный пробой, да. Ну, хотя бы 15-ти минутку надо подождать, чтобы закрылось в этом же ключе. Тогда можно будет попробовать уже поискать продажу. Ну, 15-ти минутка, кстати, там через 2 минуты уже и закроется свечка. Тогда можно будет поискать продажу, да. Но напомню, что сейчас, буквально через 2 минуты, еще выйдет торговый баланс по США. А посмотрим, как это все дело обернется, да, в какую сторону. Возможно, что не совсем так, как мы планировали, но посмотрим, да. То есть, ну, по евро-доллару, видим, цена опять от этого уровня откатывает, да. Возможно, новость подтолкнет и, да, скажем, какой-то импульс развития. Плюс торговый баланс по Канаде. По Канаде, напомню, выставлена у нас отложка. Наверное, откроем, чтобы хотя бы глянуть. Пока от наших отложек цены далеко еще, да, а не наши, скажем, в нашем направлении. Но в любом случае, чем хороша отложка по сравнению с рынком, тем, что мы, если цена не пойдет в нашу сторону, мы в рынке не будем, в позиции не будем. Поэтому, собственно, нам абсолютно все равно, да, двинется она туда, либо нет. Но пока же, пока, как бы, по швейцарству цена идет от нас, да, то есть не двигается наверх. Ну, как бы нам не нарваться на такую штуку, когда активируют нашу отложку и пойдут против нас, да. Ну, в любом случае, стопы выставлены. Вот, успокоил я себя, успокоил я, наверное, вас, возможно, кого-то, может, не успокоил, не знаю, посмотрим, да. Ну, сейчас пока цены идут как раз-таки в обратном направлении нашего прогноза, да. Ну, ничего страшного, сделки открывать, напомню, мы планировали только по швейцарцу, только по канадцу. Сейчас буквально здесь 20 секунд до выхода, посмотрим, что получится, да, из наших сделок и получится ли что-то вообще в принципе. Вот, Арсений, и наверх отложку по канадцу. Тут такой момент, но то можно, можно и с обеих сторон, просто смысл, да, как бы нам не оказаться с двумя отложками в моменте каком-то, да. Так, что, цена вообще что-то никак, не туда и не сюда, либо же пошли движения, нет, пока каких-то движений нету. По канадцу 0,6, мол, все хорошо, по доллару торговый баланс минус 41 лучше ожидаемый, безработица 282 хуже, да. И что нам это все дело дает? А по сути нам по канадцу мы правильно стали? Я думаю, что правильно, да, то есть канадец, по идее, должен укрепляться, потому что по нему статистика лучше, да. То есть вот так вот на пальцах мы проводим фундаментальный анализ. А по швейцарцу, в принципе, тоже правильно стали, но по швейцарцу здесь двоякая, скажем, новость. В каком плане? В плане один показатель по США лучше, один хуже, да, поэтому, собственно, пока так. Ну, в любом случае наши две сделки, которые открыты на данный момент, пока в прибыльной зоне и корректировать их, я думаю, не стоит. Ну вот, уже одна сделка будет немножко не в прибыльной зоне. Сейчас глянем на золото, что по золоту, и тогда будем уже, наверное, спорачивать наш прогноз. Собственно, золото ползет вверх, как бы это не было коварным маневром, да. Нет, я думаю, что по золоту, собственно, можно будет сделать продажи, можно сделать продажи при подходе к синей линии, да, если она доберется до синей линии, можно будет попробовать сделать продажи. Вот, по канадцу, собственно, я думаю, что сейчас отправятся продажи, и, в принципе, мы должны, по крайней мере, по правильную сторону стоим. Вот, такой обзор на сегодня, такие мысли, такие идеи. Напомню, что завтра у нас уже пятница будет, и в пятницу у нас будут важные новости по, так называемой, нотфам, пайроллсе, да, которые и поставят, подведут итог всей нашей работы за неделю и за пятницу. На сегодня у меня все, будьте аккуратны, осмотрительны, не спешите, не торопитесь, заходите в сделки. И напомню, что мы должны дождаться лучшей цены и получить лучшую цену. Вот, в этом все наше преимущество перед остальными трейдерами. Всем пока, и встречаемся завтра в 11.00. Субтитры создавал DimaTorzok